Доброе утро! Доброе утро! При выполнении неотложных служебных задач могут отступать от требований раздела 6.8-18 правил дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Для получения данного приоритета перед другими участниками дорожного движения водители указанных транспортных средств обязаны включить проблесковые маячки синего цвета, а также специальный звуковой сигнал. То есть, пользуясь данным приоритетом, они могут воспользоваться приоритетом, они могут убедившись только в том, что им уступают дорогу. Что касается водителей транспортных средств, а также других участников дорожного движения, при приближении транспортного средства включенным проблеском маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, они обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. А каким образом? Я не водитель, я пешеход, поэтому мне всегда интересно, а как поступают водители в пробке? Вот куда они должны разъехаться, чтобы пропустить машину скорой помощи? Я могу дать обратную связь как водитель, потому что обычно, когда сзади я, например, слышу сигнал, это первое, что происходит, я слышу сигнал, потом смотрю в зеркала заднего вида и вижу, там, например, через 3-4 машины от меня приближается карета скорой помощи, и уже водители, которые сзади, начинают перестраиваться. Обычно скорая по самому крайнему левому ряду, да, или какие-то другие автомобили со спецсигналами проезжают, поэтому у всех остальных есть возможность правее уходить. То есть сначала самый правый ряд правее, потом тот, что посередине, если трехполоска, например, и потом мы уже на освободившиеся места, то есть прижимаемся все, и скорой помощи как раз хватает. Ну, при дисциплине, да, водительской, все это возможно, да? В принципе, да, да, да. Безусловно, безусловно правильно. Ну, я вот, например, ни разу не видела, чтобы, ну, при мне не пропустили скорую помощь на дороге. Все равно, даже при самом плотном движении, я помню, на «Партизаны-Железняка» три полосы, плюс еще разделительные вот эти бетонные блоки стояли, и при этом, ну, буквально за минуту мы все как-то так рос-рос-рос скучковались и пропустили. Но мне не нравятся люди, которые пристраиваются за скорой помощью, знаете? Да, и хвостиком едут. И хвостиком едут, всех обгоняют. Но это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Вообще, в правилах дорожного движения есть ответственность за нарушение статьи, части второй статьи 12.11 Кодекса об административном правонарушении. Это в отношении лиц, касается, которые не предоставляют преимущества в движении транспортным средством с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления от 1 до 3 месяцев. В 2016 году было привлечено 168 водителей за данное нарушение правил дорожного движения. А кто должен фиксировать это нарушение? Водитель скорой помощи может зафиксировать его? Или, например, по случаю... Прохожие. Или по случаю там оказался автомобиль ДПС, и они это зафиксировали. И автомобиль ДПС, и иногда поступают сообщения от самих водителей. То есть, если они видят нарушение правил дорожного движения, безусловно, они могут обратиться. Из первых уст мы сейчас узнаем, как обстоит ситуация на дороге. Часто ли не пускают кареты скорой помощи? Александр Смол, наш коллега, находится на улице. И рядом с ним как раз-таки врачи, которые выезжают на экстренные вызовы. Меня лучше. Доброе утро! Привет, ребята! Елена Веславская, врач скорой медицинской помощи, сегодня со мной на улице. Мы, если честно, даже немного мерзнем, потому что прохладно. Доброе вам утро! Доброе утро! Я сейчас вас поспрашиваю как раз вот о вашей работе. Скажите, чаще всего, где вы сталкиваетесь с затруднениями? Мешают там водители или припаркованные машины? Это вот дороги, магистрали или дворы? Ну, в последнее время больше проблем у нас во дворах. Потому что паркуется очень много машин, машин стало очень много. Проезжать просто невозможно. Особенно по ночам, когда очень много припаркованных машин. И когда двор непроездной, очень тяжело стоять. Потом еще назад выезжать тяжело водить для скорой помощи. Да, бедные водители, они только успевают туда-сюда по двору ездить. Ну, а на дорогах? Ну, на дорогах стало получше. Получше сейчас? Получше стало. Потому что по свете последних событий, что не пропустили скорую. Да вы в Красноярске с таким сталкиваетесь отношением или все-таки прочь? Тоже сталкивает? Есть реально люди, есть такие подлецы, которые не пропускают скорую. Вы можете не смотреть нашу программу, вы нам абсолютно не нужны, правильно? Очень много людей. Вы можете уезжать куда-то в другой город и жить в одиночестве. Как можно не пропустить карету скорой помощи, мне лично непонятно. Какой район самый сложный для передвижения? Во всяком случае, во дворах. Покровка там, новый. Покровка там ужасно, наверняка. Там зелёдка очень тяжело. Северо-западный, там тоже очень много машин припарковывается. Но особенно Покровка. Особенно Покровка. Там всё сделано для жизни, как обычно. Да, едима, да. Для того, чтобы проще пробраться. А вот основные магистрали, сейчас Татьяна рассказывала про партизана-железняка, вот Копыловский мост. Я помню, когда там ещё не было разделительной полосы, да, и вы могли как-то повстречной объехать, если уж в крайнем случае. Сейчас приходится раздвигать машины? Да, конечно. Мигалками, сиренами раздвигаем, немножко двигаются. Проблема в том, что многие едут с включенной музыкой очень громкой. И не слышат просто. И не видят, и не слышат. И поэтому очень потом неожиданно увидят нас и начинают шарахаться во все стороны. Ну, в общем, стало всё равно лучше, чем было в прошлые годы. Больше пропускают или лучше в чём становится? Да, лучше пропускать стали. Ну и на магистралях тоже всё равно двигаются. Есть, конечно, особые... Случаи? Особие, которые не хотят пропускать и думают, что мы просто так катаемся по городу, потому что нам делать нечего. Я как-то ехал в карете скорой помощи, тоже меня там везли. Я ехал первый раз в жизни по проспекту Свободный вниз по встречному движению. Это было интересно. И спасибо огромное, конечно, врачам и водителям скорой помощи за то, что делают это нелёгкое дело. И очень стыдно за тех людей, которые не пропускают вот эту... Это одно из самых важных машин в нашем городе. Вам огромное спасибо за работу. Сегодня выйдет с 8 утра, но из-за нашей программы до 6 утра и до 8 вечера. До 8 утра. До 8 утра. До 8 утра. Завтрашнего. Завтрашнего дня. В общем, лёгкая вам работа. Сейчас целую штуку. Можете привет кому-нибудь передать? С коллегам своим, если угодно. Кому угодно. Всем коллегам и друзьям и родственникам тоже привет. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы передаём обратно слово студии. Не переключайтесь. Спасибо. И последний вопрос, Екатерине. Вот как раз-таки та ситуация, которую обсуждают на всех федеральных каналах, когда во дворе легковой автомобиль не уступил дорогу скорой помощи. Вот здесь как регулируются правила? Кто, кому и в какие сроки должен уступить дорогу во дворе? Ну, это независимо. Двор – это проезжая часть. То есть, если транспортное средство едет с включенным проблесковым маячком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом, водители других транспортных средствах обязаны уступить ему дорогу. В любом случае. В любом случае. Ну, хорошо. Будем надеяться. Ну, осознательно, хотя штраф, конечно, пока еще смешной. 500 рублей, да, штраф за… И лишение права, либо лишение права управления от одного до трех месяцев. Ну, это уже от тяжести, видимо, там ситуация и последствий. Ну, не совсем. Может быть и так, что у нас есть не совсем добросовестные водители, у которых очень много штрафов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения. И это тоже может повлиять, да? Конечно, может. На конечный результат. Спасибо огромное. Екатерина Струганова, инспектор по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД Красноярска, сегодня побывала в нашей студии. Субтитры подогнал «Симон»